кэшбэк с 20 на 25 процентов нажимаем на кнопку сохранить заходим в раздел безопасность и видим в истории действий появилось событие что сотрудник которых зовут тест тест это мы с вами поменяли настройку программы лояльности 9 декабря в 1005 можно нажать и посмотреть прямо конкретно что поменял данный сотрудник видно что статус базовый поменял значение 20 процентов на 25 процентов хочу сказать что таким образом у нас покрывается большинство настроек то есть вы всегда может можете быть уверены что все настройки маркетинг которые из вашей компании находится под контролем таким образом можно смело делегировать какие-то вещи менеджером и быть уверенным что все компания кейс маркетинг аналогично происходит с начисление сертификата начисление если у нас есть сертификат и нас беспокоит что это может раздаваться друзьям сотрудникам например мы тоже может быть можем быть спокойно давайте садим сертификат который выдается вручную для ручной выдачи и у каждому номинал 100 рублей давайте его выпустим и например этот сертификат кому-нибудь подарим давайте выдадим сертификат например списка клиентов выберем а давайте я рад измайлова подарок любимый рад измайлова и подарим сертификат на 100 рублей сертификат выдан отлично давайте посмотрим в разделе безопасность видно что 9 декабря в 1007 был присвоен сертификат одному клиенту можем зайти и посмотреть что вот собственно сертификат который называется ручной выдачи был выдан айрата измайлова можно зайти на страничку сертификата посмотреть что это сбыл за сертификат мы считаем что таким образом обеспечивается прозрачность того как работает и без бизнес то есть в любой момент времени собственник может быть уверен что его баллы не раздаются пустую он может смотреть кому были начислены по он может посмотреть кому был начислен сертификат если сертификат был или баллы были начислены конкретный человек какой-то выборки например фильтром то мы тоже будем писать по каким фильтром выдан давайте сейчас попробуем выдать сертификат например только женщина найдена одна запись и нажимаем выдать сертификат выдан давайте зайдем историю значит действий и видим что у нас было еще одно присвоение сертификата и она была осуществлена по фильтру по женским таким образом мы всегда знаем кому уходят наши баллы кому уходят наши сертификаты и таким образом и без бизнеса обеспечивает полный контроль собственнику понимание маркетинга понимание куда уходят палы скидки остается ли информация размещена приложение пить с консистентной действительно никто ее не менял без веном собственно вот такой вот круто функционал давайте посмотрим если какие-то вопросы кажется вопросов этом снова нет но вы пишите если вдруг что-то непонятно то мы обязательно ответим на этот вопрос следующий о чем я хочу рассказать это о важном направлении в развитии дес это работа с клиентской базы очень многие собственники бизнеса утверждают что вес это прежде всего инструмент для работы со своими клиентами и в этом году мы поняли что максимально эффективно со своими клиентами можно работать если ты знаешь своих клиентов если ты можешь сегментировать именно исходя из этой логики мы выпустили функционал который называется теги сегментация которая позволяет в соответствии с принципом юдс не для всех а для каждого сегментировать клиентскую базу именно так как нужно конкретному типу бизнеса если вы зайдете в раздел клиента вы увидите что здесь появилась вот такая вот кнопочка которая называется теги и сегментация если мы сюда зайдем то попадаем в настройки и тут предприниматель может создать именно те сегменты именно те теги по которым ему важно работать своей клиентской базы при этом можно сегментировать людей каким-то принципом так можно например сегментировать людей получать какие-то маркетинговых акций давайте предположим что например сейчас рассылаем баллы клиентам и специально для этой маркетинговые акции мы создадим тег промо на декабрь у нас с вами появился первый теперь давайте зайдем в раздел клиента и допустим выберем в фильтре людей которые совершали которые давно у нас не были допустим последнюю покупку у них было ну допустим до ноября 2021 практически все люди к нам не приходили последнее время давайте мы им что-нибудь хорошее тело например мы им под этим сертификат 5 и для ручной выдачи для того чтобы зафиксироваться что именно эти люди у нас участвуем маркетинговые акции мы можем сразу прикрепить т выбрана 9 клиентов которые мы только что начислили сертификат и этим 9 клиентам мы назначаем тег промо на декабрь мы нажали на кнопочку прикрепить не видим что у всех клиентов которые есть списке появился теперь вам повторно будем заходить в список клиентов на страничку конкретного клиента мы всегда будем знать какие то есть у этого клиента и мы сможем принципе отследить марки маркетинговую активность то есть раздача нашего сертификата раздача наших баллов насколько она повлияла именно на этот сегмент клиентов сколько здесь вернулась таким образом люди становятся более гибким для того чтобы отслеживать маркетинг точно так же теги просто могут сниматься на детальной странице клиента можем здесь вот так вот нажать на кресте и так нас исчез клиентов хочу отметить что присвоение тегов происходит незаметно для пользователя то есть пользователь не может посмотреть какие у него есть это внутренняя информация которая нужна чисто для удобной работы предпринимателя давайте пойдем дальше я расскажу о еще одной замечательной особенности наших тегов после первого же релиза когда мы выпустили теги мы получили массу обратной связи спасибо вам огромное то что делитесь с нами опытом и использованием нам сказали как же можно сегментировать клиентов ведет бизнес из клиента приходят и покупают на кассу и лучше все клиенты знают сотрудник момент совершения оплаты ответ на эту обратную связь мы реализовали функционал сегментации клиентов прямо на кассе в настройках теги с имитацией и замечательно такая галочка которая называется кассир может просматривать теги клиент и добавлять как только мы активируем этот тег то приложение иди с кассир появляется возможность с этими тегами работать давайте подумаем какая важная информация нам нужно для понимания клиента пусть у нас допустим у нас есть ресторан у нас есть детская комната есть аниматор мы хотим мы хотим собрать сегмент клиентов у которых есть дети чтобы когда у нас есть какие-то мероприятия с аниматором эти клет могли привлечь соответственно мы создаем тег который называется очень просто есть дети мы вас хранили и мы нашим сотрудникам аквариум сотрудники если к вам приходит человек которого есть дети то пожалуйста допустим оплату то выбирайте вот простой довольно скрип плюс одно действие проведения оплата но таким образом мы не просто оцифровываем клиентскую базу а мы еще параллельно социфровкой собираем важную информацию о клиентах которые позволяют нам сегметировать клиентскую базу с этими сегментами работать решая конкретные проблемы бизнес таких тегов компании сейчас может быть до 30 то есть это какие то может быть предпочтение клиентов что он любит заказывать если у него аллергия насколько он лояльные негативные так далее марка автомобиля абсолютно любые параметры которые важны для вашего типа бизнеса вы можете создавать коктейль и можете сегментировать клиентскую базу пояснится давайте сейчас проведем оплату и посмотрим как теги присваиваются у меня сейчас открыто приложение юдс кассир и сейчас виду номер телефона клиента мы проведем посмотрим как это работает допустим сумма к оплате 100 и мы видим что на финальном этапе проведения оплаты случае если компания создана теги и активирована настройка кассир может представлять теги у нас появляется вот такой вот поле укажите теги мы на него нажимаем и у нас появляется список тегов которые созданы в компании мы нажимаем есть дети и нажимаем провести оплату операция прошла успешно лично давайте перевернемся в юдс бизнес и посмотрим как сработал наш присвоение тега заходим в клиентскую базу видим что у клиента которого зовут сергей кассирок появился тег который называется есть дети круто напоминаю что вы можете писать вопросы на все вопросы которые есть по функционалу мы сейчас ответим в чем заключается магия этого функционала то что мы не просто присваиваем фильтр мы еще позволяем фильтровать клиентскую базу по тегу допустим у нас пришел тот самый момент что появилось какое-то событие у нас например акция нужно привлечь родителей мы можем просто зайти в фильтр выбрать фильтр теги раздел теги сегментации выбираем есть дети нажимаем кнопочку применить и у нас появляются все клиенты из клиентской базы которых есть данный фильтр обращая внимание на доступность этого функционала прямо сейчас функционал проставления тегов через кассира доступен в веб-версии кассира который находится по адресу c.uds.app в ближайших обновлениях мы надеемся что это будет на следующей неделе мобильном приложении ds кассир тоже появится возможность поставления так вместе с вами ждем с интерпетием когда это снова появится и ждем ваши обратной связи о том как мы можем от функционал дальше улучшить пока вы пишете свои вопросы я расскажу еще про один функционал который у нас есть для того чтобы сегментировать клиентскую базу собирать важную информацию каждого клиента который из клиентской базе интерес есть поле заметки это поле сейчас стало доступно более быстрым доступом в разделе клиента можно добавить столбец заметки если вы не знаете как это делать я покажу здесь вот в правом верхнем углу есть иконочка столбцов если не нажимаем мы можем убрать столбцы которые нам не интересно например столбец айди и например столбец статус на нас интересуется то нам важны заметки что мы постоянно собираем информацию о клиентах чтобы более качественно с ним взаимодействовать если столбец заметки у нас добавлен в раздел клиента то при наведении на клиент у нас появляется кнопочка заметка можно мы сможем написать важную информацию об этом клиенте есть аллергия на грецкий арене и может быть мы что-нибудь его предпочтение будем собирать любит заказывать лавка в чем заключается недавнее обновление теперь по тексту который замен как мы можем искать или грубо говоря если мы запустили позицию копейни новые латы допустим каким-нибудь вкусом лаванды мы можем пройтись по клиентской базе найти клиентов которые любят латта и опять-таки сделать им какой-то оффер и рассказать вам что лату появился вводим в поиске латта и у нас появляется в результатах выдачи именно те клиенты у которых заметка есть это самое слово то есть то есть мы можем сегментировать клиентов по тегам также мы можем собирать важную информацию о клиентах в заметках и по этим заметкам тоже искать клиентов которые соответствуют каким-то нашим запросам таким образом а при помощи тарика заметки где становится системой которая позволяет действительно лучше знать своих клиентов просто оцепровать клиентскую базу оцепровать клиентскую базу сумму по сегментам и максимально точечно использовать маркетинг доставляя ценность бонусы ваш любовь именно до конкретных сегментов доставляя именно те бонус которые могут быть интересны я думаю вы слышали что последнее время мы довольно много внимания уделяем статистике мы хотим сделать так чтобы предприниматель всегда понимал все ли бог его бизнесе какие у него результаты требуется ли внимание снижаются ли показатели или повышаются статистика это один из фокусов нашего развития об этом вы тоже узнаете в том числе на мероприятие то и года прямо сейчас мы вместе с вами посмотрим функционал еженедельной статистики которому добавили в приложение юбс бизнес сейчас я покажу свой экран и мы с вами посмотрим на очень крутую статистику я надеюсь что сейчас вам видно мой экран буквально вчера одна из очень крутых компаний которые эффективно внедрен ютс это компания топ-1 который продает аксессуары для мобильных телефонов эта компания согласилась поделиться с нами статистикой чтобы мы на нашем вебинаре могли вместе посмотреть как работает наш еженедельный дашборд буквально в течение последнего месяца все предприниматели получили в мобильном приложении видео с бизнес еженедельную статистику тот замечательный баннер он в течение месяца постепенно появлялся у всех и сейчас мы можем уверенно сказать что он появился вообще уже у всех пока мы далеко не зашли расскажу тоже про то что по вашей обратной связи приложение бизнеса добавили вот здесь вот выпадающий список что можно было посмотреть статистику количество клиентов количество операций за сегодня за неделю за месяц и за все время работает пользуйтесь спасибо что предложили такое изменение на сегодня наше внимание на дэшборде если мы нажимаем на вот этот баннер еженедельная статистика то мы с вами попадем на красивый дашборд в котором много очень крутых классных графиков с новыми показателями которых раньше нигде не было сейчас мы с вами пройдемся по всем графикам и посмотрим как это работает этот дашборд строится за 7 дней причем если мы заходим в дашборд сегодня то мы видим предыдущие семь дней то сегодняшнего дня в дашборде нет мы видим предыдущий сект не то есть он говорит сегодня 9 декабря мы видим даже просто 2 8 декабря то есть только по закрытым уже дня давайте пойдем сверху вниз посмотрим что же тут есть мы видим недельную динамику по обороту какое суммарный оборот покупок прошел у нас через иди с мы видим в динамике а сколько удачный был день насколько качественно наш персонал работать сидеть социфровывая транзакция цифровая клиентскую банк видно что второго что после второго числа 34 5 декабря там много было транзакций компании или же транзакции были просто с высоким среднем чем посмотрим ниже и посмотрим чем же дело в количестве покупок или среднем чем видно ниже суммарную статистику за неделю можно смотреть суммарный оборот 516 тысяч 214 рублей составил оборот в этой компании из из этого оборота 457 тысяч это реальные деньги которые пришли в касс соответственно можем также посмотреть сколько составил фактической скидка данной компании фактическая скидка составила 11 11,29 процента хочу обратить внимание на вот эту вот красную стрелочку которая показывает изменения а по сравнению с прошлым аналогичным периодом то есть 516 тысяч это последние 7 дней и мы сильнее можем сравнить с прошлыми с прошлой недели видно что по сравнению с прошлой недели оборот упал на 19 процентов не знаю с чем связано может быть сезон возможно ввели какие-то ограничения в регионе в связи с чем поток клиентов упал желаем компании успехов надеемся что обратно становится и через семь дней тут будет зелененькая цифра который будет показывать плюс 25 плюс 30 процентов а то и больше давайте пойдем дальше посмотрим какие тут еще есть графики следующий график мне нравится больше всех потому что на этом графике можно не просто посмотреть сколько у нас было покупателей можно посмотреть сколько из них пришли в компанию первый раз а сколько из них уже являются нашими повторными постоянными клиентами как вы видите розовые столбки на графике это вернувшиеся клиенты то есть клиенты которые уже были в нашей клиентской базе совершали покупки осенненький от новый клиент обращаю внимание на то что таких графиков пока еще нет нигде то есть во первых видео с бизнеса такую статистику посмотреть на зелома тоже планируем эти графики отображать и в версии идея с бизнес по вот этому графику можно в принципе сделать вывод о том насколько классно работает программа лояльности данной компании насколько принципе лояльные клиенты круто что в этой компании большинство составляют постоянные клиента но здорово что кроме постоянных лет еще и новые клиенты которые если вот этот расклад будет сохраняться тоже станом постоянными и я думаю что если бы мы смотрели на график клиентской базы количество клиентов по месяц антона вернует компании очень хороших припрос потому что соотношение новых и вернувшиеся покупатели классно ниже мы можем посмотреть сколько всего покупателей было за эту неделю 577 человек пришли в компанию и сделали покупку из них 200 и человека пришли впервые видно что опять-таки поток покупателей упал по сравнению с прошлой неделе на 14 с половиной процентов меньше покупателей пришел данной компания очень много обратно среди мы получили по данному показателю сколько 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 процентов покупателей удалось оцифровать что значит это показать это значит что 86,66 процента покупателей зарегистрировалось иди и соответственно чуть больше чем 13 процентов просто оставили номер телефона привели оплату номеру телефона не зарегистрируясь в приложении так у меня показать почему показатель важен этот показатель важен потому что он показывает насколько качественно ваши сотрудники работают с клиентской базы то есть если они просто проводят оплату по номеру телефона клиенты и регистрируясь в приложении клиенты не оцифровываются соответственно дайте клиентов гораздо тяжелее дотянуться маркетингом поскольку не установлено приложение им нельзя пуш уведомления мы не знаем кто это мы видим просто так номер телефона данном случае мы видим очень крутые показатели 86 процентов покупателей оцифрованы значит что персонал замотивирован и он действительно может убедить клиента за установить приложение и зарегистрироваться круто рекомендуем всем 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 нашим предпринимателям следить за процентом оцифрованности покупателей дальше больше следующий график называется распределение дохода и здесь мы тоже показываем распределение дохода бизнеса по новым и вернувшийся клиент мы не устраиваем говорить о том что стабильным бизнесом является тел которых много постоянных клиентов и вот на примере компании можно видеть что здесь вернувшиеся клиенты принесли 64 процента дохода за последнюю неделю и 35 процентов принесли новые клиентов круто за счет этого графика можно отслеживать например маркетинг если вы занимаетесь с маркетингом и задача на неделю привлечь больше новых клиентов можете посмотреть насколько изменилось соотношение сколько у вас новых клиентов обращаем внимание на то что это именно распределение дохода за последнюю неделю то есть это не это общая информация по клиентской базе или там все время мы берем последнюю неделю и смотрим распределение по новым и вернувшихся клиентов идем дальше следующий график уже привычен нашим постоянным пользователям видео бизнес это количество операций мы смотрим сколько было покупок в каждой из дней здесь максимально важно разбиение что мы можем посмотреть какие покупки были сделаны на кассе и какие покупки были сделаны через заказ вчера с коллегами анализировали данные компании понял что сочи разные бизнесы есть есть бизнес у которых эти столбики полностью голубые то есть соответственно компании не проводят оплата на кассе они работают только заказ в данном случае видно что компания заказами не работает и компания но за компанией хорошо транзакт на кассе человек приходит не проводит оплату по коду скидка по номеру телефон хочу также отметить что здесь красным цветом отмечено наличие возврата в тот или иной день видно что 6 декабря и 8 декабря были возврата она компания ниже можем также посмотреть динамику это что всего было 654 операции чтобы все четыре покупки в за неделю из них 642 покупки были на кассе а заказов было 0 и 12 возврата было за неделю давайте пойдем дальше и посмотрим на еще один прекрасный график мы можем посмотреть как менялся среди чек за неделю и тоже может может позволить делать какие-то выводы и на что данной компанией среди чек он крутится в районе 800 рублей и если 4 декабря мы видели что у нас довольно много операций и довольно большой оборот то среди чек наоборот снизился денег осталось средний чек у нас немножечко упал по сравнению с предыдущей недели стал на 2 процента меньше но с учетом того что как средний чек меняется за неделю то можно считать снижение среди чека не критично давайте пойдем дальше и посмотрим на еще один очень интересный график которого раньше не было это пол покупателей мы все с вами знаем что можно всегда зайти в иди с бизнес браузере в раздел статистикой посмотреть на наш клиентскую базу сколько процентов мужчина сколько процентов женщина но данный график не про это он показывает распределение покупателей которые к нам пришли за последнюю неделю и позволяет нам понять кто у нас покупал за последние семь дней видно что 63 процента а покупка свершили женщина 26 процентов свершили мужчины 10 процентов люди с неустановленным пол почему это важно потому что опять-таки когда мы с вами запускаем это маркетинговая акция когда мы запускаем кредитированные предложения какие-то нам важно отслеживать на кого они срабатывают как-то влияет в принципе портрет нашего покупателя и за счет того чтобы показать динамически он позволяет понять как-то или иная акция с работала покупателям можем посмотреть не только пол но и возраст тоже очень интересная статистика здесь бизнес можно посмотреть средний возраст а здесь можно посмотреть распределение возраст покупателей по диапазонам мы разделили наши покупатели по поколениям видно что в этой компании основу аудитории составляют люди с 18 до тысяч четырех лет это не срез клиентской базы опять-таки это возрастной срез покупателей которые приходили к вам за последние семь дней опять-таки этот показатель может меняться это нормально он может меняться в зависимости от маркетинговых активностей и офферов которые вы делаете по своей клиентской базе которые вы делаете для привлечения новых клиентов свою клиентскую базу и так далее надеемся что эта статистика будет полезной вы сделаете правильный был и вот собственно еще один график который тоже поможет помогает очень круто отследить как работа наша маркетинговая активность как мы видели ранее нашу клиентскую базу в компанию пришли новые покупатели и при помощи этого играть мы можем посмотреть откуда эти покупатели пришли можно увидеть что большинство то есть 166 покупателей из 203 а пришли через источник интеграция кассир соответственно эти люди пришли в заведение просто и сотрудник на кассе предложил дым скачать приложение uds и отсыпровала клиентскую базу а также видно что 12 новых покупателей узнали о компаниях приложений uds app и при помощи приложения пришли в заведение и уже будучи клиентами компании показали код скидки и отстали и совершили первую покупку заведения целом мы с вами просмотрели весь дешборд и он есть сейчас у каждого предпринимателя у которого установлено мобильное приложение uds business мы призываем каждого предпринимателя каждого собственника каждого менеджера скачивать мобильное приложение uds business потому что это максимально надежный способ постоянно оставаться на связи с клиентами через мобильное приложение uds business можно совершать все оперативные действия начать баллы начать сертификаты от проект куш и новления по новостям и приложение будет сама добавляться мы будем давать туда самые часто совершаемые действия которые нужны для эффективной работы с клиентской базы надеюсь что вебинар в целом был полезен и количество предпринимателей которые пользуются дешбордом и которые пользуются функционалом сегментации заметок нашей системе увеличится и прибыль бизнеса тоже увеличится спасибо большое за внимание было очень приятно с нами пообщаться ждем всех вас в феврале на итогах года всем пока